Здравствуйте! Это злободнивное, это сохранение объектов культурного наследия. В нашем городе таких объектов очень много, в старой части города. Это наше богатство, беспортно, но, к сожалению, мы это богатство не храним и не ценим. Сколько вообще объектов, есть ли какие-то цифры? Ну да, конечно, у нас есть сайт региональный, называется наследие73.ру, любому же туда зайти, там есть сводный список объектов культурного наследия города. И вот на сегодняшний день в нем 93 объекта. Это не только объекты, это здания, это объекты и памятники, это объекты и, можно сказать, как малоархитектурные формы, что ли. Но это совершенно неполный список тех объектов, которые имеются в наличии. Но ты говорила, что и список этот сводный составляли не местные, там, краеведы, без их участия, а ульяновские специалисты. Да, это было сделано в 80-м году, где-то в начале 90-х было продолжено. Была проделана огромная работа по выявлению этих памятников, по составлению исторических справок на каждое здание. Это все было подготовлено. Три тома вот этих вот работ находятся у нас в архиве Комитета управления архитектуры. И был подготовлен проект «Зон охраны памятников», чтобы, вот как в Ульяновске есть, у нас улица Ленина, которая является полностью таким заповедником архитектурным, есть Льва Толстого тоже наподобие. И у нас хотели в Димитровграде сделать что-то подобное, но началась перестройка, прекратилось финансирование. И вот этот проект, он так и лежит в архиве, просто как замечательное справочное пособие. Покажи мне, пожалуйста, объекты есть разного значения? Местного, регионального и федерального в нашем городе. Но если по значению, то вот такая практика была, что, например, те дома, которые деревянные, они присваивали наше муниципальное значение. Если каменные дома, то это уже было культурное наследие, да, регионального значения. А федерального значения есть? Федерального у нас в Димитровграде нет, но это значение вот именно культурного наследия. А есть еще собственность, это как бы немножко другое вопрос. Вот давай об этом тоже поговорим, да. В основном все объекты культурного наследия, они принадлежат муниципалитету, то есть это муниципальная собственность. Ну, можно сказать, что да, но есть и те объекты, которые находятся в частной собственности. Вот, есть объекты, которые находятся в федеральной собственности у нас в городе. Это какие? Ну, вот тоже про это уже многие говорили, давно говорили. Два здания, это бывшие, первый, второй корпус детинья у МИФИ, который располагается на улице Дзержинского. Сейчас они закрыты, законсервированы, они находятся в федеральной собственности, вот как раз в собственности МИФИ университета. Много было попыток города передать этой собственности с федеральной в региональную или в муниципальную, но вот на сегодняшний момент никаких положительных решений принято не было. Андрей, ну согласись со мной, что несмотря на то, чья это собственность, в какой собственности находится федеральная, региональная, местная, состояние-то объектов практически одинаково, выручающее. Выручающее. Ну, как всегда говорили, почему такое плохое состояние у объектов? Потому что нет хозяина. Ну, вот вроде есть, есть муниципалитет, денег нет. В муниципалитете, да, вам совершенно другие сейчас вопросы, которые в первую очередь нужно решать. Я даже понимаю, что им нужно, чтобы люди были с электричеством, с теплоснабжением, с водоснабжением. Деньги на этом все заканчиваются. И на культуру, и на сохранение историко-культурного наследия не остается ничего. Ну, у нас страна большая, регионов много, и такое состояние не только в Ульяновской области, поэтому опыт, как решить эту проблему, есть, его только нужно перенять и внедрить. Давай, вот у нас время в эфире не так много, все-таки как сохранить? Ну, во многих регионах эти объекты или сдают в аренду по чисто номинальной стоимости, 1 рубль, или продают. Но и в том, и в другом случае все это продается или сдается в аренду с обременением. С обременением каким? Что новый собственник или арендатор в течение какого-то времени, там от 1 до 5 лет, обязан привести это здание в порядок, как оно было в прошлом, как оно выглядело, фасад не менять, кровлю заменить, но в том же состоянии ставить, как она раньше была, и использовать объект по любому коммерческому назначению с сохранением его эстетического, исторического всего этих качеств. В этом случае, когда у объекта появляется хозяин, он уже кровно заинтересован, чтобы объект выглядел очень хорошо. В крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, это сделано давно, потому что понятно, что здания исторические в центре таких крупных мегаполисов, они всегда будут иметь стоимость большую. В таких маленьких городах, как Димитровград, это тоже делается, опять же, для развития туризма, для развития каких-то частных музеев, частных выставочных коллекций, кафе, ресторанов и так далее и тому подобное. Но если будут эти объекты переданы хозяевам, физическим лицам или каким-нибудь коммерческим структурам, то тогда они, я надеюсь, я думаю так, что заживут новой жизнью. Но выход есть, но... Выход есть, есть и процедуры, есть и законы. А почему город не делает все это? Ну, я не знаю, это вопрос ни ко мне. Руки не доходят. Руки не доходят, потому что любой объект, нужно подготовить большой комплект документов для того, чтобы выставить это или на продажу, или на тендер, на аренду. И вот у нас в городе пока не... Ну, я не видел, чтобы какой-либо объект культурно-исторического наследия был выставлен. То есть пока разговоры идут, а... Ну, это же печальная судьба купца первой гильдии Тарантина, да? Ну да, здание, которое уже и горело, и которое... Разворовали. Разворовали, да. Которое... Кровля нарушена. А так оно не было выставлено на торги? Нет. Хотя обещали, да? Обещали, но на торги выставлено не было. Кто занимается у нас администрацией? Это комитет по управлению? Администрация, комитет по управлению имуществом города. Но, опять же, это здание, оно не единственное. У нас в городе, как мы уже говорили, их 93. И ты говоришь, что еще не выявлено. А сколько еще не выявленных, да. И объекты промышленной архитектуры. Да, да, да. Вот если по не выявленным, на том же самом сайте, который говорил, наследие 73, существует образец заявления об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. То есть любой гражданин, вообще любой... Такой прям заявление. Да, любой гражданин города может зайти туда, заполнить это заявление по поводу какого-либо объекта. И этот объект будет поставлен в список, в сводный список объектов в наследие. И поэтому, да, недоработок много. Да, нужно работать много. И по поводу промышленных объектов архитектурных тоже. Вот вы разговор подняли. Действительно, у нас есть на территории мелькомбината бывшего мельницы Владимирцева, мельницы Маркова, которые... Ну, там даже видно, там стоит такой на крыше большой из бетона вылитый год постройки 1914-1916 год. Я была на территории, да, впечатляет. Да. Это были самые высокие здания в городе. То есть в то время, когда город был максимум двухэтажный, там пяти-шестиэтажные здания мельницы стоят. Они находятся тоже в очень плачевном состоянии, хотя в Москве из них делают лофты, делают и выставочные центры огромные, кафе, рестораны. Модно. Очень модно, да. На территории пивзавода... Они в собственности, кстати? Да, они в частной собственности. На территории пивзавода Трехсосинский очень много объектов культурного значения. На территории крупозавода, на территории бывшей мельницы Бечина, это тоже территория бывшего крупозавода, территория Рикардо. То есть очень много у нас объектов. То есть частная собственность, наверное, сложнее решить вопрос. А вот объекты, которые являются муниципальной собственностью, все-таки как-то надо, наверное, найти время, чтобы сохранить для потомков эти здания. Ну, правда, очень печально смотреть на все это. Да, а есть же здания такие, которые непонятно вообще их статус. Вот недавно мы обеспокоились состоянием в парке-заводе Дахимаш старинного мостика, который раньше был перекинут через Меликеску. Через Меликеску, да, нашла. Потом Меликеску вот этот вот рукав засыпали, остался мостик. Была там усадьба Просковьи Степановны Марковой. В 80-е годы она сгорела, тоже замечательный памятник деревянного зодчества. Остался вот один мост, который напоминает об этом. Обратились мы с письмом в администрацию города по поводу судьбы и парка, и моста, и получается так, что эта земля ничья. Вот поэтому нужно сначала... Потому что это центре города, да? Да, да, да. То есть она и как бы и не городу, и не Химашу пока не принадлежит. Вот они сейчас начали ее оформлять. Надеюсь, что это будет сделано, и надеюсь, что этот мост будет отремонтирован и внесен в список объектов. Это же хорошая зона отдыха, да? Замечательная зона отдыха, и причем в этом районе у, например, молодых мам, да, молодых семей особо и нет места, куда сходить, только, может быть, вот на Верхний пруд, где сейчас, да, делают какие-то работы. А вот если бы этот уголок был сделан, приведен в порядок, вы представляете? Огороженное пространство, где дети могут бегать спокойно, не боясь попасть под колеса автотранспорта, никуда там сделать замечательную зону отдыха. Ну, только привести в порядок, может, задеться деревья, да, какие-то, что, в принципе, делаем ежегодно. Надеюсь, что в ближайшее время эта работа будет сделана, и вот появится такой парк. Ну, и, соответственно, в Старом Меликейском кладбище есть часовня, которая XIX век, которую мы восстанавливали два года назад. Она тоже не входила ни в какой список объектов, ее как бы и не существовал раньше. А таких зданий в городе много, которые действительно построены в XIX веке, в список не вошли. Просто потому, что ни у кого не дошли руки их описать, сделать по ним историческую справку и все это внести в законодательство. Ну, пообещай хотя бы ты, что ты этой работой будешь заниматься. Мы занимаемся по мере сил, конечно, но если вот еще и наши граждане к этому подключатся, по мере тоже сил возможностей, вот мы будем только очень рады, будем и помогать. И отношения с Шабудином Улевитим Хутиевым у нас, хорошие деловые, начальник управления по сохранению историко-культуры и наследия Ульяновской области. Поэтому все в наших руках. Если мы не будем делать, то, я думаю, никто и не будет. Спасибо за участие в нашей программе, спасибо за твою работу. И я благодарю вас за внимание, уважаемые телезрители. Всего доброго. До скорой встречи. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова